Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео от Академии Счастья. Сегодня говорим о жизни в потоке, о том, как быть в настоящем времени и радоваться жизни. Потому что многие люди на самом деле или вспоминают о прошлом, или в будущем что-то хотят изменить или достичь, но вот настоящего времени порой не хватает. Это именно то, когда чувствуешь, что происходит сейчас. То есть с собой, со своим телом, с другими людьми, можешь видеть предметы вокруг, наблюдать за солнцем, луной, звездами, деревьями, людьми. То есть это состояние, когда все происходит как будто само собой, прямо здесь и сейчас. И говорят, что время – это просто иллюзия, и сейчас это единственное, что есть у нас. То есть прошлое и будущее – это просто концепция ума, а настоящий момент – это именно то, что происходит здесь и сейчас. Теперь как же жить в потоке? Когда у человека накапливается большое количество негативного заряда, он его тянет в прошлое. И старается человек рассказывать о своих травмах, что-то там переживать, болячки, всякие неприятные ощущения и так далее. Потом он это все переносит на будущее. И когда он говорит о будущем, то он говорит, о, все будет плохо, потому что у него в прошлом был плохой опыт. Вот об этом я и говорю. То есть получается у человека травматический болезненный опыт влияет на него и мешает ему жить в потоке. Поэтому цель какая? Удалить этот болезненный опыт, удалить его с помощью процессинга счастья. То есть потому что он накапливается и будет накапливаться и накапливается многое количество жизней. И там все вот эти вещи, когда человека кто-то подавлял физически, морально, психически, когда человека, можно сказать, убивали, его били какими разными способами. И насколько, понимаете, насколько много боли накопилось у человека, что он постепенно деградировал в состоянии, когда он уже ничего не хочет, не наслаждается жизнью, не делает то, что ему нравится. Вот. И цель какова? Цель это в том плане, чтобы стать самим собой. То есть стать таким, какой ты есть. То есть очистить свой разум и заниматься любимым делом. В потоке все происходит само собой. То есть это как по волне. То есть вот есть волна, и она тебя несет, 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 несет и приносит самое нужное место. Главное – это принять это изменение. И когда я начал жить в потоке, я понял, что жизнь, она, получается, дает все самое лучшее. Просто важно настроиться на эту волну и принимать то, что дает жизнь. То есть не желать, не говорить, не гнаться за какой-то целью, которая, возможно, никогда не будет достигнута. Заниматься любимым делом, быть собой, позволять другим людям тоже заниматься любимым делом и быть собой. И вот таким образом выстраивать отношения на взаимопонимании, доверии и гармонии. Поэтому вот я вижу именно общество наше таким, основанное на племенных отношениях, связанных с тем, что у нас нет чего-то чужого, а у нас все свое, у нас все настоящее. И мы не делим детей на своих и чужих, а мы даем самое лучшее и себе, и другим. И делаем так, чтобы мы в первую очередь могли быть в хорошем состоянии. И из этого состояния делиться радостью с другими людьми. Поэтому жизнь в потоке это естественное состояние, которое приходит к нам и становится для нас естественной жизнью. Поэтому кому интересно, друзья, пишите мне в комментариях или в личные сообщения, контакты я указал под этим видео. И конечно же я буду рад объединяться с теми людьми, с единомышленными, которые тоже хотят жить счастливой, радостной жизнью. Кто хочет бесплатную консультацию, тоже пишите, пока есть такая возможность. Я предоставляю бесплатную консультацию и где я расскажу подробнее уже по поводу вашего состояния, как можно его улучшить. Конечно же буду рад общению, добавляйтесь в друзья, делитесь этим видео с вашими друзьями. Конечно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик для напоминания. И буду рад вас видеть на следующих видео. Всего вам доброго, до встречи.